Доброе-доброе утро. Ну, уже не утро, вы знаете, у нас утро начинается, последнее время в обед, и я тут смотрю, у Кири на телефон уже начинают приходить смс-ки, подъём, вставай, поэтому пошла я её попробую разбудить. Доча, тебе не кажется, что пора просыпаться? У тебя там уже будут все. А, вот, кстати, смотрите, какие получились волосы у Кирюшки от Фукорцина. Да, прикольные, вообще классные такие получились, получилась такая классная чёлочка. Там уже тебе смс-ки пишут, вставай, подъём, Лиза пишет, Лиза тебе уже пишет, чтобы ты вставала, вон уже все пришли тебя будить. Снег, а что у тебя тут такое? Тебя никто не укусил? Нет, вон и Тера пришла. Все пришли будить Киру, а Кирюха не просыпается. Кир, знаешь, сколько время уже? Сказать тебе? 12.07. Ты ни с кем не договаривалась на утро сегодня? Снег, ты тоже сюда пришёл? С одной стороны снег, с другой стороны Тера. Все, в общем, рядом со мной. Ну, а Шанти, как всегда. Ну что, просыпаемся? Я уже голодная, я уже жду, когда ты проснёшься, чтобы кушать начать. Я без бутриков сегодня, сегодня будет завтрак немножко другой. Сейчас я открою окошко, у нас на улице сегодня с утра было солнце, а сейчас уже какая-то такая погода хорошая, мне нравится. На улице не жарко, свежо, потому что утром было ужасная жара, я думала, что будет просто нереально душно, но нет. Вот, боже, смотрите, как заросло всё, уже ничего не видно. Люблю я лето. Снег, да, ты тоже любишь лето? Я тебе открыла окошко, чтобы ты смотрел. Потому что было закрыто, он бедный ходил, мучился. Всё, я закрывала окно на ночь, потому что он ночью начинает ловить всех мух, которые сюда залетают. И разных мушек, божьих коровок, всех-всех-всех. Ну что, Мася, просыпаешься? Кирюха, вставай. Тера, пошли готовить завтрак. Что ты мне приготовишь? Что ты мне приготовишь? Сейчас узнаешь. Короче, я чувствую себя отличненько, просто хорошо. Вот, у меня уже температуры нету, горло уже не болит. Но я всё равно ещё попринимаю некоторое время лекарства, чтобы окончательно уже всё вылечить, если что-то было. Если это была не акклиматизация. Я уже приготовила салатик. Единственное, его нужно заправить. И сейчас ещё будет картошечка с курочкой. Ну, курочку, наверное, буду кушать я, а Кирюшка будет кушать салатик и фрукты. И ещё куча у нас есть арбуза, кукурузы. Короче, я вчера накупила всего, чего только можно и нельзя. А также смотрю сейчас кино. Называется «Идеальная западня». Уже посмотрела с самого утра фильм «Снегоуборщик». Прикольное кино. А сейчас смотрю «Идеальная западня». Так, а где? Вот, где-то. Короче, меня сегодня что-то потянуло на триллеры. Больше ничего смотреть. Хотела посмотреть какие-то новинки 2020 года. Вообще ноль. Ничего нет. И ещё посмотрим. Если всё будет хорошо к обеду, то я, возможно, всё-таки съезжу сегодня в Юск. Посмотрю, что там есть. Есть интересная вода и куплю то, что мне нужно. Потому что я вчера так и не попала в магазин. Из-за того, что побоялась, что меня могут не пустить, так как у меня температура. И собакам ещё нужно купить корма. У них закончился корм. Вот такие-то вот у нас делишки. И, в общем, я готовлю завтрак, досматриваю кино. Просыпается Кирюха, и я буду решать, что буду делать. Чиклами обещала съездить. Короче, столько у меня всего. Но из-за этой вот поездки болезни, непонятной болезни какой-то такой странной. Все дни у меня как-то сбились. И я нахожусь где-то ещё в каком-то, в какой-то прострации. Плюс с этим Ютубом тоже кучу нервов потратила. В общем, посидела, похудела, перенервничала. Нужно немножко расслабиться. А что меня может расслабить? Меня может расслабить прогулка по магазину. Вот реально она меня расслабляет. Уборка уже сделана, а вот ещё... Что у меня здесь такое? А, это на камере. Уборка уже сделана, а вот шоппинг ещё предстоит. Ну, такой маленький, небольшой, может быть, даже не шоппинг, как я люблю называть зеринг, но просто походить, посмотреть, потому что надо немножко развеять голову. Ладно, завтрак. Кирюшке только что позвонил телефон, а там жена. Я говорю, Кир, тебе уже звонит жена. В общем, а на завтрак у нас будет вот такой завтрак. Картошечка по-селянски и курочка. Ну, курицу буду я кушать. Кстати, вчера вот это говорила, что давным-давно не ела курицу. И так вчера захотелось её, поэтому сегодня у меня курица. Вот, просто захотелось безумно сильно. Так, а салат я буду делать со сметанкой. Да, со сметанкой салатик у меня сегодня будет. Последнее время что-то я с маслом салат не люблю, а со сметаной очень вкусно. Вот такой сегодня у нас завтрак. Вкусно. И Кирюшке какао. Главное теперь её найти. Кирюшка, просыпайся, доча. Давай, Маська. Кирюша. Это значит, надо подходить и забирать телефон. По-другому она не встаёт. Давай, просыпайся. Кира. Я уже просыпаюсь. На, давай, просыпайся. Снег, уходи, тебе тут не место. Вон тебе место там, где Тера. И где-то там Кира уже должна топать. Топать, топать никак не притопает. А я, наверное, сейчас действительно возьму, да поеду в магазин. Да, куплю всё, что мне нужно, чтобы не затягивать. Всё равно дома делать нечего, поэтому... Поэтому поеду, положу. Может, Кира со мной захочет. Хотя, вряд ли, конечно. Но может быть. Так, что-то пылесос сюда приехал. В последнее время пылесос работает как-то странно. Знаете, как? Своим каким-то ходом. Раньше он убирал сначала одну комнату, потом вторую комнату. А потом только шёл на кухню. Сейчас у него какой-то принцип странный. Он сначала ходит по кругу по всей, по всей квартире. Потом начинает ходить по центру по всей, по всей квартире. В общем, так не очень удобно. То можно было посидеть спокойно в одной комнате, перейти в другую, в третью. Что-то с ним случилось. Надо, наверное, его перезагрузить, чтобы он снова начал работать так, как ему нужно. В общем, а Киры до сих пор нет. Посмотрите, а этот, ну, просто лезет. Кирюша! Истаю же её ждать. Начну я слушать самостоятельно. Никак не хочет приходить этот ребёнок. Сейчас мама уже начнет ругаться. Как она вообще... А, телефон я ей дала сама. То есть, если бы я ей телефон не принесла, всё бы было отлично. А так сама же взяла и дала ей телефон. Потому что, видите ли, ей позвонила жена. Доброе утро. Как твоя жена чувствует себя? Ой, жена прекрасна. Жена прекрасна? Мам, что ты хочешь? Ну, ты меня трапаешь. Покажи чёлочке. Смотрите, ребята, как приятно получилось. Можно было ещё толще сделать, и было вообще прикольно. Да, у меня я одну прядку не покрасила. Так, смотри. Я ещё больше не могу покрасить, потому что будет некрасиво. У меня чёлка. А покраска ещё и тут. А я уезжаю в Лавину. Хотели все вместе поехать, но девочку не отпускают. А Кира не хочет сама. Поэтому она остаётся. А я еду. Пойду и еду. Всё-таки куплю то, что мне надо. Да и дома не буду сидеть. Хоть день как-то у меня пройдёт. Потому что скукотища ужасная. Я уже так соскучилась по брату. Я ему уже сегодня позвонила. Я говорю, Лёха, я реально по тебе скучаю. Говорю, это, конечно, классно, что ты отдыхаешь. Но мне так уже скучно. Я хочу, чтобы ты уже вернулся. Ну, я не хочу, конечно, чтобы он возвращался. Я хочу, чтобы он отдыхнул, чтобы всё было классно. У него хорошо, хорошая погода. Но я просто очень сильно скучаю. Ладно. Собираюсь, еду за тем, что мне нужно. Поеду всё, куплю. Посмотрю, получится ли у меня показать. Потому что каждый раз, как я приезжаю в торговый центр, вечно музыка играет так громко, что себя не слышно. Вы знаете, что правила Ютуба не разрешают снимать с музыкой. Потому что это авторские права. Что там Тера делает? Что она там делает? Что? Посмотри. Что? Напишу. Тера. Фу. Фу, блин. Ты пошла вон. Иди на место. Давай, уходи на место. Ты что делаешь такое, а? Блин, вот это вот не успела поубирать. Всё. Я поехала. Будь, пожалуйста, паенькой. Поеду, немножко развеюсь. Устала уже дома сидеть. А ещё в этом, как его, на море же не было вообще никаких магазинов. Поэтому сейчас я хотя бы просто посмотрю. Просто посмотрю, что есть новенькое, что есть интересненькое. И, может быть, какие-то есть интересные на веночке. Давно я не была на шопинге. На дзиринге, так правильнее сказать. Огромное спасибо. Спасибо. Удачи. Первым делом я забираю их. Пакеты, пакеты. Ой, какие прикольные точки. Какие милые. Такие подушки тоже классные. Но я боюсь мягкие игрушки покупать, потому что у меня собаки. Так, что у нас здесь? Где то, что мне нужно? А, я не могу найти то, что мне надо. Обалдеть. Хотя что, нету уже собачьих принадлежностей. Странненько. Вот это, конечно, интересно. Тут всё переставили. А я теперь не знаю, где мне искать собачьи вещи. Ух ты, какая милота. Да, полотенечко какое милое. Вы только посмотрите. Класс. Масочки тоже бомбезные. Но мне надо собачьи-собачьи аксессуары. Вот они. Кстати, вот, смотрите, какая игрушка. Так, а мне надо вот это. Чёрные пакеты, да, чёрненького цвета. Отлично. Думаю, может, попробуйте такую штуку взять, чтобы вычёсывать Теру. Но не уверена, что она для Теры будет хорошо. И такая тоже не уверена. А, вот те пакеты, которые я брала. Смотрите, вот эти вот или вот такие. Чем они отличаются, я даже не знаю. У нас здесь четыре штуки. И они стоят 79 гривен. Нормально. А здесь три штуки. И они стоят 149 гривен. Разница грандиозная. Я беру всё-таки вот такие подешевле. Я думаю, нормально будет. И что мне ещё здесь нужно? Здесь, по-моему, мне больше ничего не надо. В этом магазине. Поэтому даже не буду останавливаться. И иду оплачивать. Вообще, в торговых центрах ничего нет. Единственное, я одну кофту присмотрела. Но что-то я в ней сомневаюсь. Я постараюсь вставить фото. Уменьшить её. Потому что очень сложно было себя снимать. Я сегодня в платье. Если я меряла вверх, то мне приходилось полностью себя всё снимать. Вот. Так что насчёт этой кофты я не знаю. Хотя Кирюшка сказала, что очень круто. Но я очень под вопросом. Пока я иду в Юск за полотенцами. И, в принципе, пакеты я уже купила. Остался один Юск и поеду домой. У меня что-то голова разболелась. Всё из-за погоды. Что тут есть? И что вообще мне надо? И надо ли мне что-то? Мне бы часы... Хотя нет, у меня есть, а в комнате не нужны. Вот это, знаете, просто хожу и думаю, а надо оно мне что-то? Или не надо оно мне что-то? В общем, много всего интересного есть. Мне вот эта штука нравится. Она, знаете, под что? Под кактусы. Прикольную. Но мне такая не нужна. О, прикольная, знаете, для чего тарелка? Для терры на самом деле. Вот так вот поставить. Она... А, нет, она её перевернёт. Поэтому не подойдёт. А чего я вообще сюда пришла? Я пришла... За полотенцем. Я уже забыла, чего я пришла. Вот разные прикольчики посмотреть. О, это подсвечники. Ой, кстати, круто так. Смотрите, вот такое на подоконник поставить сюда свечки и сделать такую себе романтику. Смотрите, какая обалденная вещь. Вот эта штука мне нравится. Но нужна ли она мне? Я не знаю. Я смешная, наверное, да, сегодня? Всё нравится, и потом думаю, а нужно оно мне или не нужно? Могу вам сказать привет. Вот это ещё классная вещь. Рамочка для фото. Вот у меня квартира, понимаете, очень маленькая. У меня нету комнат, где бы я могла вообще вот это всё разложить или положить. Ладно. Всё это, конечно, хорошо. Но мне надо идти. Вообще, я до сих пор шторы не купила. До сих пор не купила шторы. Почему? Потому что я до сих пор не купила карниз для штор. И потому что я до сих пор не вымерела, какой мне нужен. Короче, ничего не сделала. Зато отдохнула, ребята. Да. Поэтому шторы будут потом. Подушки такие интересные. Вот такую бы штуку я взяла. Знаете, для кого? Для собак положить. Тю-рю. Ну, собаки обойдутся в следующий раз. Это я, знаете, как смотрю, а потом буду пересматривать и думать, оно мне уже надо будет в будущем или не надо. А пока просто можно походить и посмотреть. Просто лишний пылесборник тоже дома не хочу иметь. Так, всё. Здесь больше ничего. Полотенце. Я взяла два полотенчика. Одно большое, второе маленькое. Потом покажу, для чего маленькое. Всё, можно идти потихонечку домой. Кира говорит, бери вот эту кофту, которую я сегодня мерила. Надо подумать, надо подумать. Сейчас, наверное, пойду ещё раз померю её под джинсы. И если что, тогда я её себе возьму. Вот, смотрите, я её всё-таки померила, эту кофточку. И вот взяла шорты померить. Ну, шорты я не знаю, в принципе, нужны мне или нет. Я в шортах не хожу. Ну, вот кофта вот такого пара. И вот я думаю, брать её или не брать. Ну, что скажете. Блин, я такая довольна. Возвращаюсь домой. Шок. Я ещё купила кое-какую штучку интересную. Привет. Приехала я уже домой. Кира пелёнку постелила. Испугалась, что собаки написают. Но они уже не писают у меня, да? Я уже взрослый, порядочный. В общем, ребята, у меня так сильно разболелась голова. Я по дороге домой попросила, чтобы Кира мне купила лекарств. Она купила мне лекарств. Я уже успела выпить таблетку. Потому что это капец. Голова адски болит. Ну, и давайте сейчас я вам покажу, что я купила. Ну, в принципе, вы уже видели, но всё равно. Ой, ты умничка. Не выдержала, да? А я только что сказала, что ты уже не ходишь. Боже, в квартире дурдом. Кира, когда собирается, это катастрофа. Ладно. Это всё потом. Что такое? Запрыгнуть не можешь? Так, ну, это вы видели. Здесь я купила полотенце два. А, что ещё? А, купила Кире. Вот такие вот конфетки. Типа Джелли Белли, но какие-то другие. Серочка, отойди, пожалуйста. Статируся. Фу. Потом купила вот такие желейки разных-разных. Целый пакет. И здесь у меня... Что у меня здесь? Что у меня здесь? И здесь у меня пакеты для собак. А это мои таблетки. Из одежды я взяла... Из одежды я взяла, ребята, себе такой же реглан, как у Киры. Он сейчас по нереально большой скидке. Поэтому я просто не удержалась. И взяла себе вот этот вот регланчик Lion King. У Киры такой же. И поэтому я у неё хотела забрать, но решила себе купить. Тоже такой. Так, и... И купила всё-таки... Отойди ты, Русская. И купила всё-таки себе вот эту кофточку. Тоже. Все выписали, что она супер-классная. И я тоже не удержалась. Она мне очень сильно понравилась. Поэтому я тоже себе её взяла. Сейчас попробую её померить под джинсы. Потому что шорты я не взяла. Не взяла, потому что шорты я просто не ношу. Поэтому шорты сразу же отпали. Боже, башка трещит. В общем, я сейчас померю, вам покажу, ребята. И, наверное, с вами попрощаюсь. Буду отдыхать. Что-то погода туда-сюда прыгает. То солнце, то пасмурно. И вот моя голова не выдерживает. Посмотрите, что делает снег. Снег, ты в пакет залез? Ай, Тера, фу! Ну, дай снегу посидеть. Ему так нам нравится всё. Пусть сидит в пакете. Ну, чего ты лезешь, ну? Снежочек, ку-ку маленький. Ой, в пакете хорошо. Классно. Ну, вот, в принципе, так я и планировала. Именно эту кофту вот под эти джинсы. Мне кажется, что именно вот под эти джинсы эта кофточка именно вот то, что нужно. И мне очень-очень нравится. Вот действительно, первый раз мне нравится вот такой вот лук, что ли. Так. Ещё бы, наверное, каблучок сюда. Какой-нибудь яркий, прикольный. Но каблука у меня нет, и поэтому будут обычные мои кеды. Ну, что скажете? Вам нравится? Единственное, что сюда нужно... Ой! Что тут у меня? Боже мой, посмотрите, что происходит. Хотела снять сумку, попадало всё. Вот, единственное, сюда сумка. Кстати, вот эта тоже сюда очень классно смотрится. Вот эта сумочка сюда тоже отлично. И какое-нибудь сюда ожерелье надо. Какое-нибудь прикольное. Ну, что скажете? Если вам нравится, ребята, ставьте лайк. В общем, и я жду ваших комментариев в Инстаграме. Или, надеюсь, у меня включатся комментарии на Ютубе. В общем, вот так вот я выгляжу. Можно идти с собаками гулять. Круто, да? Прикольно. Мне нравится. Очень классно. Ладно, всё, ребят. Всем пока. Спасибо, что провели сегодня этот день со мной. Я сейчас выгулю собак и лягу буду отдыхать, чтобы прошла моя головная боль. В общем, всё. Чао, какао.